понятно что всегда все новое проходит три стадии да все новое это это психология проходит три стадии первое фу какая чушь второе в этом что-то есть третье кто же этого не знает вот относительно с листа под с листой диссекции в принципе лично я уже прошел в первую стадию в этом что-то есть и если еще убедит убедимся что это так скажем имеет отдаленных удовлетворительные результаты тогда мы уже да кто же этого не знает уже будем как само собой разумеющие все уважаемые коллеги представлюсь зовут меня руслан михайлов лукинчук заведующий эндоскопическими отделениями городского областного диспансера в 2009 году мы начали с олег баришем ткаченко это заведующий эндоскопическое отделение онкологии петрова 12 года наш опыт последствий диссекции и в одиннадцатом году мы сделали первую диссекцию на пищеводе а при вашем внимании предоставим демонстрацию клинических случая пациент тоже приехал любезно согласился прийти скажем так 3 нашей диссекции пациент 65 лет мужчина в ноябре 2011 года обратился в церковь по месту жительства поводу болей в животе таких нелокализованных нерегулярных принципе по настоянию жены прошел обследование и при гастроскопии на 30 сантиметрах выявлен был циркулярный участок коррозированной слизистой протяженность до 5 сантиметров была взята биопсия и по гистологическое заключение плоскоклеточный рак в связи с чем онкологом волну црб направлен в ленгарский диспансер у нас он появился в декабре 2011 года пациенту в плановом порядке амбулаторно было выполнено следующий комплекс обследований при гастроскопии после окраски раствором блюголево определяется в среднем грудном отделе пищевода практически практически циркулярная опухоль протяженность опухоли 5 сантиметров верхний край на 30 сантиметров от рисов нижний край на 35 при выполнении эндозии опухоль пределах слизистой оболочки последствия слой прослеживается на всем протяжении данных за инвазию последствий слой не получены лимфатические узлы регионально не определяются выполнена компьютерная томография также момент обследования данных за отдаленные метастазы не выльно и опухоль отчетливо в пищеводе врач капиталографии также не определяет диагноз до операции плоскоклеточный рак среднодельного отдела пищевода у стадии по эндозии т1а н 0 и м 0 на онкокомиссии было принято решение выполнение эндоскопической диссекции опухоли под слизистым слоем что и было выполнено использовались аппаратура видеоэндоскопическая энсуфлятор угтистого глаза помпа для отмывания и электрохирургических блоков рб и на нож для диссекции фирмы олимпус вот ну коротко фильм извините попробуйте запустить пожалуйста с компьютера если пойдет фильм нет ну диссекцию марим методу докладчику доклад в принципе до этапы основные это разметка 3 5 миллиметров от видео края опухоли после откраски раствором люголя для лучшей визуализации циркулярный разрез диссерция при слозе выполнено и удален сегмент слизистой пищевода сделайте следующий слайд не получается следующий слайд просто пролесните сейчас перезапустите нет и значит циркулярный сегмент протяженности семь с половиной сантиметров и опухоль вот она опухоль значит слизистая вывернута наружу как бы слизистая наружу препараты и одетут на шприц пяти миллиметр миллилитровый да слизистая вывернута наружу значит гистологическое заключение после операции умерен дефицинный плоскохлезный шрак с инвазией до последствия слоя не более 200 микромикрон резекция радикальная срок госпитализации пациента составил 14 всего 16 дней после операционный период получился 8 дней на восьмые сутки пациент был выписан из стационара гистологически вот так же препарат значит весь препарат был нарезан как бы такими циркулярными сегментами слизистая снаружи при окраске слизисты видно что опухоли локализуется преимущественно поверхностных слоях слизистой оболочки и практически на всем участке опухоль то есть опухоли клетки в верхних слоях слизистой оболочки а собственно пластинка слизистой вот здесь только в одном месте единственное что программа которую мы делали эти слайды компьютерные в последние недели была недоступна поэтому не удалось вывести участок где есть инвазия там одном месте только гистологи нашли участок где есть инвазия впоследствии слой до 200 микрон а так преимущественно вся опухоль располагалась на наше даже удивление что при таком с каком-то достаточно обширном поражении опухоль поверхностная через пациент наблюдался через шесть недель после операции он был активно вызван сформировалась как бы ожидаемая структура пищевода просвет был около трех миллиметров и в течение полугода амбулаторно и несколько раз стационарно пациент живет в волхове это 100 чем-то километров до пищи санкт-петербурга выполнена сеансы бужирования поднутриенной седации и через 6 месяцев сформировалась стойко рубцовая структура проходимая для эндоскопа 10 миллиметров дальше пациент наблюдался ежегодно с выполнением всего комплекса обследования последний раз он был в начале прошлого года принципе в этом году сам не обращался мы его активно попробуйте запустить пожалуйста активно вызвали на этой неделе с просьбой не получит хорошо сейчас это вот это потом еще значит при осмотре эндоскопическом на 30 сантиметров рубцовая структура диаметром до 6 7 миллиметров непроходимая для эндоскопа следующий слайд сделайте пожалуйста вы также сегодня выполнено узи органов брюшной полности и лимфоузлов на шее несколько лимфатических узлов привлекли внимание естественно абсолютно не никаких признаков метастазирования то есть данных за метастазы не получено и выполнена регеноскопия также сегодня баревая смесью вот в среднегрудном отделе пищевода рубцовая структура протяженность около двух с половиной сантиметров проходимая для баре вот компьютерографии пациент выполняли летом этого года также по данным компьютерографии органов грудной клетки лимфатических узлов не выявлено и пациенту по поводу острого калькулезного холецистита летом была выполнена лапароскопическая операция ну так же как бы параллельно хирургии при ревизии брюшной полости тоже ничего плохого не вели но пациент здесь можно пригласить скажите есть может быть сначала роман михалыч правильно руслан михалыч руслан михалыч может быть сначала вопрос к докторам да вот кстати к докладчику с руслан михалыч как нет вопросов нет давайте тогда про посмотрим пока да тогда тогда пациента давайте посмотрим дать можно пригласить пациента на и стоял стоял сейчас минутку набрать нужно да хорошо давайте пока поговорим давайте пока по пациенту но в принципе если в 2011 году как от нам относиться к той проблеме и к тем страшилкам которые общеизвестные эти стадии когда опухоль инвазирует слизистую оболочку и пишут что до 60 процентов уже поражены лимфатические узлы с особенно если под слизистый слой мы видим здесь совсем другая история протяженность 55 сантиметров 5 сантиметров для в принципе для онкологов протяженность 5 сантиметров то есть это довольно значительная протяженность но видно из всех правил существует исключение исключение когда 5 сантиметров по длиннику и только в одном слое инвазии подслизистого слоя мембраны даже не подслизистые мембраны то есть в принципе это еще раз говорит о том что пациенты наши это не ста нестандартные они все нестандартные и подходить именно к пациенту что лечить нужно не болезнь а пациента наверное это правильное правило в этой ситуации что нужно обследовать до марина лимфогенного метастазирования приведены для пациентов с такими опухолями как низкодифференцированной и с опухолями у которых если лимфовоскулярный вас есть ли этих двух показателей нет то там проценты практически сопоставляемы с хирургической летальностью четыре с половиной процента так что ну да да может быть может быть может быть но но тут вопрос я я же не говорю что я же не говорю что тут просто стоит пересматр пересмотреть пришел пациент но к сожалению говорю пациент живет далеко и боится что останется на вокзале вот только буквально 15 наш от ушел но мы мы верим мы верим что был пациент тем более многие видели скорее всего его до но грех стоял до служа в дверях стоял и слушал вот Вот, давайте, какие вопросы теперь давайте к Руслану Михайловичу, какие вопросы. Всякий ли раз, да, Степан Миктырьевич. Скажите, пожалуйста, а какой срок наблюдения Вы считаете адекватным? Какой частотой выполняете инкоскописку? Спасибо за вопрос. Значит, мы придерживаем, как бы, ну, так сказать, есть рекомендации, которые приняты, ну, как-то, в онкологической службе Ленинградской области, да, потому что пациенты первый год наблюдают, осматриваются к онкологам каждые три месяца, второй год каждые шесть месяцев, дальше раз в год. То есть это тот, как бы, стандарт, ну, скажем так, онкологической службы. И мы, в принципе, учитывая, что опыт, как бы, новый, мы всех пациентов, которые выполняются диссекцией, ну, ранее, скажем так, эндоскопически, по поводу ранних опухолей, пищевода желудка, толстой кишки, первый год мы смотрим каждые три месяца эндоскопически. Ну, и УЗИ, рентген, компьютерная томография, вот, а дальше раз в год осмотр эндоскопический, компьютерная томография, анализы крови, раково-мбренальный антиген. То есть у нас первый пациент, это 2009 год, ноябрь, с раком желудка, и вот с тех пор всего эндоскопической операции, ну, точно не скажу, но в диспансере за, вот, уже шестой год пошло порядка 200 операций по поводу ранних раков различных локализаций, а в пищеводе в диспансере около 15 операций за, вот, скажем так, с 10-го года, начиная именно в пищеводе. Больше сейчас кишки осталось. Понятно. Какие вопросы есть? Руслан Михайлович, скажите, пожалуйста, ну, вот, если, вот, мы сейчас сегодня, конечно, обсуждаем вопрос подслистой диссекции, а вот в качестве, в качестве альтернативных методов, скажем, ну, не владеет, ну, не владеет. Есть клиники, у которых нет таких, такого оборудования, нет таких мощностей. Что бы Вы предложили вот при таких начальных стадиях, как альтернативу, как альтернативу? Потому что всем пациентам понятно, что мы ограничены материально, да, во всех стационарах, при выявленных, понятно, что желательно направить к тем специалистам, которые этим занимаются. Ну, нет такой возможности, да? Ну, что как альтернативу, и как, на Ваш взгляд, могли бы предложить? Я понял, возил вопрос, но, опять же… Хорошо, я уточню, скажите, пожалуйста, сопоставима бы была, на Ваш взгляд, брахиотерапия? По результату? Принципиально, я думаю, наверное, если говорить о местном процессе опухоли, наверное, да, сопоставимо, хотя, скажем так, мы активно по поводу… Как сказать, немножко сейчас ответ на что-то другом, что, когда с Олегом Борисовичем мы вот обсуждали, начинали, что, конечно, в чем преимущество эндоскопической резекции слизистой диссекции? То, что мы получаем полноценный материал для морфологической оценки, где можем мы стадировать, да, опухоль и дальше прогноз для лечения пациента, да. Поэтому, как бы, конечно, если есть возможность выполнить эндоскопическую операцию, лучше делать. По поводу местных воздействий, что используется? Брахиотерапия, фотодинамическая терапия для лечения плоскоклеточных опухолевых пищеводов. Мы активно по этому поводу обменивались опытом с московским областным неонкологией Герцена, где они активно пользуются фотодинамической терапией и лучевой терапией. Скажем так, процент рецидивов местных после этих лечений по поводу раннего рака около 20%. Поэтому, скажем так, методика, ну вот. Давайте так, как мух отдельно, скажем так, да, а суп отдельно. Давайте так, если мы говорим относительно брахиотерапии 20%, наверное, всё-таки это совсем разные пациенты, разная стадия. Я абсолютно соглашусь с вами, что действительно, когда выполняется полноценная подслизь, подслизь-то-подслизь-то диссекция, есть материал для патоморфологического исследования. Если вы говорите, что больше 200 микрон, если вовлечена мембрана, тогда уже более тщательное наблюдение пациентов. И тогда это совсем другая группа. Даже при наличии эндоузи мы не сможем вот с такой тщательностью изучить весь, всю опухоль, даже при начальных, мы не сможем сопоставить с брахиотерапией. И я боюсь, что вот в НИИ Герцена, у которых большой опыт по фотодинамической терапии, у нас в институте есть большой опыт по брахиотерапии. Наверное, это совсем другая категория пациентов, которые подвергаются этим, и там уже 20%. Наверное, всё-таки абсолютно думаю, что если выбрать одинаковых пациентов, тогда брахиотерапия с подслизь-то сопоставима. Но преимущество именно послиста-послиста секции, что есть морфологический субстрат, который возможно оценить с точки зрения инвазии. А если инвазия глубже, ну уже есть и рекомендации, что тогда нужно уже и оперировать. Ну да, ну и анализируя данные литературы, во-первых, опыт японских докторов, что при эндоскопической операции процент рецидивов местных меньше, чем все остальные методики. Поэтому с этой позиции... То есть если есть возможность выполнять операцию, надо ли направить пациента, да, благо, что вот в вашем учреждении федерального значения есть специалисты, которые могут это делать. Поэтому, в принципе, в идеале лучше всего направить туда. Хорошо. 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 ах